Исковые требования Шаханины и Галины Юрьевны удовлетворить, определить место жительства. Шаханина Ивана Александровича, 7 марта 2012 года рождения, Шаханина и Мария Александровна, 7 марта 2012 года рождения с матерью Шаханины Галиной Юрьевны. Этого решения Галина Шаханина ждала около месяца. Свою способность содержать и воспитывать двойняшек женщина доказывала не только в суде, но и в эфире региональных и федеральных СМИ. Привычное в наши дни разбирательство – прецедент для российской судебной системы. Женщина, выносившая и родившая детей, биологической матерью не является. Двойняшки появились на свет в результате экстракорпорального оплодотворения с использованием донорской яйцеклетки. А значит, с генетической точки зрения отец имеет к детям больше отношения. И только у юристов ситуация вопросов не вызывала. Аналогию проводили с суррогатным материнством. Согласно законодательству, женщина, родившая детей, признается матерью. Конечно, я очень рада, что детей все-таки со мной оставили. Очень волнительно, на самом деле. Потому что нужно все что угодно. Потому что они очень любят своих детей. Потому что мы не будем с ними жить вместе. А детей он также может каждый день забирать в садик, увозить и в выходные. То есть детям нужен так же отец, как и мать. Оправдать генетику не смогла и психолого-педагогическая экспертиза. Дети одинаково привязаны как к отцу, так и к матери. Кровное родство которой, к слову, в этом судебном разбирательстве не оспаривалось. И все же запятую в судебном процессе поставил бывший глава семейства. Мужчина намерен оспаривать решение в областном суде. Все наши дальнейшие действия, которые будут предприняты, они будут ясны по ходу движения дела. Потому что вынесение решения судом первой инстанции, это всего лишь первый этап формирования решения, которое вступит в законную силу. И второй этап – это обжалование в областном суде. Дальнейшие действия, я думаю, что при заинтересованности такой средств массовой информации будут видны и вам, и телезрителям.